3 мая в Каспийске состоялся велопробег, приуроченный к 77-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Главным символом стал флаг Знамени Победы, водруженный 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине. Спортивное мероприятие состоялось при поддержке администрации города. Мы чтим память не только приходя на парады, но еще такого рода мероприятиями. Мы показываем, что наш народ креп духом и телом, и именно такого рода спортивного мероприятия всегда показывают нашу силу и сплоченность. В этот день красным цветом советского знамени окрасились улицы Каспийска. Этот символ был выдан каждому участнику велопробега, в котором приняли участие около 100 человек. Прийти мог любой желающий, независимо от возраста. Для этого достаточно было иметь лишь велосипед и хорошее настроение. Некоторые участники занимаются велоспортом профессионально, а кто-то довольствуется этим для души в качестве полезного увлечения. Здесь даже самые маленькие не отставали от взрослых. Самый большой велопробег у меня был с Кашетовка в Каспийск. В этом велопробеге мне было легко уже, потому что я уже привык ехать. Скажи, почему пришел, что делал, расскажи вообще. Ну, папа позвал. Для чего? Сказал, велопробег будет. Много сегодня проехали. Сложно было? Нет, нормально. В общей сложности участники патриотической акции преодолели три километра. Путь пролегал от завода «Дагдизель» по улице Ленина, Акулиничева и завершился в парке имени Халилова, где в знак уважения и памяти состоялось возложение цветов к мемориалу защитникам Отечества. Патриотический жест стал неотъемлемой составляющей мероприятия. Я как сам человек, который ведет активный образ жизни, стараюсь принимать участие в подобных акциях. А именно то, что здесь попал именно на этот велопробег, мне было очень символично. Особенно, когда был сюжет про ту бабушку, которая проявила такое уважение к флагу этому, знамени Победы, когда к ней пришли нацисты, предложили ей продукты, а когда она узнала, кто это, то она отказалась. И этот флаг, можно сказать, символичен тому, что сейчас происходит в мире, вот этой войне, которая происходит. И в знак того, чтобы поддержать эту акцию и возвеличить еще раз то знамя Победы, в котором мой дедушка лично сам участвовал в Великой Отечественной войне, был госпитализирован. И мне, как внуку войны Великой Отечественной, мне очень радостно и приятно держать в руках этот флаг. Кроме того, в завершении велопробега для участников были подготовлены угощения, чай из настоящего самовара, а также конкурсы. Они отнюдь были не из простых. Самые смелые и ловкие спортсмены соревновались на призы от администрации города, а также спонсоров. Десять победителей общего зачета ожидал интересный сюрприз – поездка-экскурсия на катере на 8-й цех завода «Дагдизель», находящийся в акватории Каспийского моря.